книга пророка малахии глава 1 пророческое слово господа к израилю через малахию я возлюбил вас говорит господь а вы говорите в чем явил ты любовь к нам не брат ли и савы якобы говорит господь и однако же я возлюбил и якова а и сава возненавидел и предал горы его опустошение и владение его шакалом пустыне если и дом скажет мы разорены но мы восстановим разрушены то господь савов говорит они построят а я разрушу и прозовут их областью нечестивою народом на который господь прогневался навсегда и увидит это глаза ваши и вы скажете возвеличился господь над пределами израиля сын чтит отца и раб господина своего если я отец то где почтение ко мне если я господь то где благоговение предо мною говорит господь саваоф вам священники бесславящее имя мое вы говорите чем мы бесславим имя твое вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб а говорите чем мы бесславим тебя тем что говорите трапеза господне не стоит уважения и когда приносите в жертву слепое не худо ли это или когда приносите хромое и больное не худо ли это поднеси это твоему князю будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя говорит господь саваоф и так молитесь богу что упомиловал нас а когда такое исходит из рук ваших то может ли он милость его принимать вас говорит господь саваоф лучше кто-нибудь из вас запер бы двери чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем нет моего благоволения к вам говорит господь саваоф и приношение из рук ваших не благоугодно мне ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву велико будет имя мое между народами говорит господь саваоф а вы хулите его тем что говорите трапезы господне не стоит уважения и доход от нее пища ничтожная при том говорите вот сколько труда и пренебрегаете ею говорит господь саваоф и приносите украденное хромое и больное и такого же свойства приносите хлебный дар могу ли с благоволением принимать это из рук ваших говорит господь проклят лживый у которого в стадии есть не испорченный самец и он дал обет и приносит жертву господу поврежденные ибо я царь великий имя мое страшно у народов малахия глава 2 итак для вас священники это заповедь если вы не послушаетесь если не примете к сердцу чтобы воздавать славу имени моему говорит господь саваоф то я пошлю на вас проклятие проклину ваши благословения и уже проклинаю потому что вы не хотите приложить к тому сердце вот я отниму вас плечо и помет раскидаю на лица ваши помет праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ним и вы узнаете что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с левием говорит господь саваоф завет мой с ним был завет жизни и мира я дал его ему для страха и он боялся меня и благоговел перед именем моим закон истины был в устах его и неправда не обреталась на языке его в мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха ибо уста священника должны хранить ведение и закона ищут от уст его потому что он вестник господа саваофа но вы уклонились от пути сего для многих послужили соблазном законе разрушили завет левия говорит господь саваоф зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом так как вы не соблюдаете путей моих лицеприятствуете в делах закона не один ли у всех нас отец не один ли бог сотворил нас почему же мы вероломно поступаем друг против друга нарушая тем завет отцов в наших вероломно поступает иуда и мерзость совершается в израиле и в иерусалиме ибо унизил иуда святыню господню который любил и женился на дочери чужого бога у того кто делает это истребит господь из шатров яклевых бдящего на страже и отвечающего и приносящего жертву господа саваофу и вот еще что вы делаете вы заставляете обливать слезами жертвенник господа с рыданием и воплем так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших вы скажете за что за то что господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей против которой ты поступил вероломно между тем как она подруга твоя и законная жена твоя но не сделали того же один и в нем пребывал превосходный дух что же сделал этот один он желал получить от бога потомство и так берегите дух ваш и никто не поступай веролом напротив жены юности своей если ты ненавидишь ее отпусти говорит господь бог израилев обида покроет одежду его говорит господь саваоф посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно вы прогневляете господа словами вашими и говорите чем прогневляем моего тем что говорите всякий делающий зло хорош перед очами господа их таким он благоволит или где бог правосудия малахия глава 3 вот я посылаю ангела моего и он приготовит путь предо мною и внезапно придет в храм свой господь которого вы ищете и ангел завета которого вы желаете вот он идет говорит господь саваоф и кто выдержит день пришествия его и кто устоит когда он явится ибо он как огонь расплавляющий и как щелок ощущающий и сядет переплавлять и ощущать серебро и очиститься но в леве и переплавит их как золото и как серебро чтобы приносили жертву господу в правде тогда благоприятно будет господу жертва иуда и иерусалима как в одни древние и как в лета прежние и приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех которые клянутся ложные удерживают плату у наемника притесняет вдову и сироту и отталкивают пришельцы и меня не бояться говорит господь саваоф ибо я господь я не изменяюсь посему вы сыны якого не уничтожились с одни и отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их обратитесь ко мне и я обращусь к вам говорит господь саваоф вы скажете как нам обратиться можно ли человеку обкрадывать бога а вы обкрадывайте меня скажите чем обкрадываем мы тебя десятина и приношениями проклятием и прокляты потому что вы весь народ обкрадывайте меня принесите все десятины в дом хранилище чтобы в доме моем была пища и хотя в этом испытайте меня говорит господь саваоф не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих говорит господь саваоф и блаженными называть будут вас все народы потому что вы будете землей вожделенную говорит господь саваоф дерзостны предо мной и слова ваши говорит господь вы скажете что мы говорим против тебя вы говорите тщетно служение богу и что пользы что мы соблюдали постановление его и ходили в печальной одежде перед лицом господа саваофа и ныне мы считаем надменных счастливыми лучше устраивать себя делающие беззаконие и хотя искушает бога но остаются целы но боящиеся бога говорят друг другу внимает господь и слышит это и перед лицом его пишется памятная книга о боящихся господа и чтущих имя его и они будут моими говорит господь саваоф собственностью моею в тот день который я соделаю и буду миловать их как милый человек сына своего служащего ему и тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым между служащим богу и неслужащим ему малахия глава 4 ибо вот придет день пылающий как печь тогда все надменные поступающие нечестиво будут как солома и попалит их грядущий день говорит господь саваоф так что не оставит у них ни корня ни ветвей а для вас благоговеющий перед именем моим взойдет солнце правды исцеление в лучах его и вы выйдете и взыграете как тельцы упитанные и будете попирать нечестивых ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день который я соделаю говорит господь саваоф помните закон моисея раба моего который я заповедал ему на хариве для всего израиля равно как и правила и уставы вот я пошлю к вам илию пророка пред наступлением дня господня великого и страшного и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их чтобы я придя не поразил земли проклятием